Один выпускник находится в нашем зале, который продолжает наш ученый совет. Председатель попечистического совета специализированного фонда целевого капитала Фонд поддержки исторических и культурных исследований истоки Владимир Иванович Якунин. Уважаемый Константин Михайлович, уважаемые профессора, преподаватели университета, я прежде всего всех присутствующих хочу поздравить с этой знаменательной датой и с нашим ученым советом, но обратиться с вашего разрешения я хочу к тем, кого я, к сожалению, не вижу, такого специфика выступающего на сцене. Ты, дай Бог, сам себя узнаешь, а вот за третьим рядом уже никого не видишь. Дорогие ребята, я считаю, что и сегодня вам крупно повезло, что вы учитесь в Евгелии. В то время, когда поступал я, а это был выпуск двойной, 11-й и 10-й класса, конкурс, первый конкурс на факультет, на котором я потом учился, факультет А, составлял 2,5 человека. Для технических вузов по тем временам это был большой конкурс. После математики сократилось почти половина. Это свидетельствовало о том, какое внимание уделяется развитию математических наук, развитию инженерного мышления. Как вы сказали, Константин Михайлович, способности пространственного видения. И сегодня Константин Михайлович с гордостью говорил о выдающихся конструкторах, портреты которых украшают стены сегодняшнего университета. Как бывает, вы знаете, в семье не без урода. Из некоторых, присутствующих здесь, конструктора не получились по разным причинам. Но я хочу вам сказать, что нет ни одного знания, которое давалось в Эймехе, в других учебных заведениях, которые мне пришлось окончить, которые в жизни бы не пригодились. Сегодня вы являетесь свидетелями довольно широкой дискуссии относительно нашего образования. Нам пытаются говорить, что нам не нужны математические школы. Нам говорят, что у нас слишком много выпускается инженеров. Только по какой-то причине не хватает инженеров. И нам инженеров не хватает в промышленности. Нам сегодня говорят многое, что, на мой взгляд, пройдет. А инженерные науки, промышленность, индустрия, военно-промышленный комплекс, они останутся. И вы будете работать на передовых рубежах, именно здесь. Многие, может быть, пойдут по другой стызи. Но все равно, та методология преподавания, воспитания будущих, высококвалифицированных специалистов, которые существуют в Эймехе, она позволит вам найти свое место на любой отрасли. Это было раньше, это остается и сегодня. Среди тех задач, которые я сегодня решаю, есть еще одна задача. Это фонд целевого капитала, который существует, поддерживает деятельность фонда Андрея Первозванова, в котором в этом году исполнилось 25 лет. И когда ректорат обратился ко мне с просьбой, можем ли мы оказать некое содействие студентам и университету в целом, мы приняли решение о том, что мы в рамках поступивших предложений выделяем средства для финансирования двух стипендий для аспирантов, но можем еще поговорить, может быть, и магистратам, для двух аспирантов, объемом по 10 тысяч каждая, на 5 лет. Я желаю вам успешной учебы и успешного окончания и перехода на работу в наши уважаемые учреждения, как их сегодня принято называть, о которых мы, даже первые пятерки, которые выходили тогда, даже мечтать не могли, потому что все места были разобраны. Желаю вам успехов. Всего хорошего.